Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Людмила и мы готовим на термомиксе. У меня сегодня по плану приготовление калины, заготовка калины на зиму. Ну, о свойствах калины мне вам рассказывать не нужно. Каждый заготавливает, как приспособился, как ему удобно и вкусно. Я готовлю на термомиксе. Я не знаю, сколько здесь калины. Она помыта, перебрана. Я ее сейчас вешу. У меня получилось полкилограмма. Вот сейчас я на большой скорости ее просто измельчу. Будет громко. Я измельчала одну минуту на десятой скорости. Вот у нас такая пюрешка получилась. Калина, она с косточками. И вот эти косточки, я понимаю, что ноги процеживают, пробивают. Вот если посмотреть внимательно, давайте я попробую камеру наклонить. То вот здесь, если минуту взбивать, то косточки, они не больше, чем в малине получаются. И поэтому я не процеживаю и ничего не делаю. Сейчас мы сюда в малину добавим... О, в калину, простите. Добавим еще меда. Так, я очищаю крышечку туда тоже. С крышечки все вниз. Чтобы оно все с медом хорошо перемешалось. Ставлю весы по нолям. И вот у нас было полкилограмма калины. И теперь я туда добавлю полкилограмма меда. И теперь нам остается мед смешать просто с калиной. Что я смотрю, на стенках, если на стенках много калины, ее тоже желательно опустить вниз. И вот здесь я уже смешиваю мед. Буквально несколько секунд. Сейчас посмотрю, поскольку мед... Если мед жидкий, он смешивается очень быстро. А вот густой... Сейчас мы проверим. Не трогай, пожалуйста. Уже ждет облизывать. Все, посмотрите. Сейчас и тебе покажу. Подожди. Вот, посмотрите. Вообще, однородно такая масса получилась. И вот это вот... Сейчас ждет облизывать. Подожди еще, Сашенька. И вот это вот все мы укладываем в баночку и ставим в холодильник. Ну, поверьте мне, когда дети маленькие, да, они очень трудно им что-то засунуть, чтобы они, если не привыкшие к вкусу, полечились. Мои едят с удовольствием, буквально чайной ложечки хватает, чтобы остановить приступ кашля. Поэтому я очень уважаю это лекарство, народные такие средства. Будем лечиться. Вот, смотрите, я лью, если вам хорошо видно, то косточек практически нету. Они разбиваются очень-очень здорово. Дорогие друзья, в нашу колбу добавила просто воду, обычную водичку, даже не кипяченую, ту, которую мы пьем, употребляем пищу, да? У нас просто хорошие фильтры стоят. И опять просто ополаскиваю колбу. Кружку мне неси, кружку мне неси. Какую, маленькую или большую? Большую. И вот теперь еще вдобавок, да, давай, спасибо, подойдет это, да? И вот вдобавок у нас еще получился, вот вам видно, давайте так лучше сделаем. Такой напиток, очень полезный. Вкусняшка. Такие две баночки у нас с вами получились. У меня просто маленькая баночка не оказалась дома. Но она все равно будет храниться в холодильнике. И мы быстренько эту баночку приходим. Вот такая калина с медом, она вас выручит не один раз при простуде. И еще у нас и получилась целая чашка напитка, прям витаминизированного, да? Я вам желаю, чтобы у вас все получилось, и чтобы вы вообще не болели. Не обязательно же пить во время болезни. Можно же и просто поддержать свой иммунитет. Я с вами не прощаюсь, я вам говорю, до свидания, до следующей встречи. Хороших вам рецептов. И до следующего видеоролика. До свидания. Пока. Пока. Продолжение следует...